Вы никогда не задумывались, почему салат оливье, селедка под шубой, мимоза стали символом Нового Года? И почему из года в год на праздничном столе эти блюда практически не меняются? Сегодня мы расскажем вам историю появления этих блюд, а также одно из них мы приготовим сами. Салат оливье на каждом столе всегда символ Нового Года. Вот мне всегда было интересно, откуда появился этот салат? Он ведь есть реально у всех на столе, его показывают в фильмах. В прошлом году ничего не ел. Ммм, вкусно. Ну, я кстати вот думал, что салат оливье вообще советское блюдо, но оказалось не совсем так. Это блюдо названо в честь ресторатора французского происхождения Люсьена Оливье. В 60-е годы 19 века ему принадлежал ресторан Эрмитаж в Москве. Правда, салат, который он придумал, крайне не похож на то блюдо, которое мы привыкли видеть на праздничном столе. Изначально в него входили довольно дорогие ингредиенты, среди которых икра, раковые шейки, пернатая дичь. Также была и секретная заправка, рецепт которой оливье никому не выдавал. Позднее, уже в советское время, московские рестораторы попытались воспроизвести салат, но уже используя более доступные продукты. Так, например, каперсы заменили на зеленый горошек, а пернатую дичь на курятину или колбасу. Здесь опытные мастера из лучшего отборного мяса, свинины, делают сосиски, чайную колбасу. Упрощенный рецепт получился и всем понравился. Ведь оливье готовили не маленькими тарелочками, а целыми тазами. Оливье – это вообще, когда готовили оливье, все думали, уже какой-то праздник, наверное. Потому что он все-таки, сюда входит много и колбаса там, и все такое, что надо где-то его достать, где-то что-то. Для этого салата ингредиенты приходилось добывать, выстаивая в очередях. Вот, была беременна с сыном. Я стояла в гастрономе, там внизу был гастроном у нас. Я стояла за колбасой. Тогда еще был дефицит колбасы. Я стояла и еще и в омарок упала. Вот, но меня без очереди потом пустили. Я работала в больших магазинах, всегда продовольственных. И вот открывали по-ленинградской, если знаете, магазин. Ну, приезжает министр, тогда самообслуживание. Дефицит что было? Грилляш, конфеты, все упаковочки положили в эти большие. Потом горошек. Это для оливье. В то время даже нам, продавцам, выдавали по одной баночке. И говорю, так как я старший был продавец, и говорю, боже мой, ну не ставьте вы горошек, пожалуйста. Грилляш, ладно, он не разобьется. Столько моря людей, вот здесь, в Ленинградской. Эти девочки все в горошке были, поразбивали эти в баночки. Вот этот горошек мне запомнился. И с удовольствием приходили гости и говорят, а горошек у тебя будет в оливье? Я говорю, будет. Ну, конечно, продавец. Как и когда салат стал символом Нового года, сейчас сказать тяжело. Но для советских граждан именно этот праздник стал одним из самых любимых. И на новогодний стол все хотели поставить что-то самое лучшее и вкусное. Страна вступает в Новый год. Он принесет семье Клюевых, как и всем советским людям, новые успехи и новые большие дела, творческие поиски и замечательные свершения. Селедка под шубой. Еще одно блюдо, без которого представить новогодний стол практически невозможно. И так же, как и оливье, назвать его легким салатиком нельзя. И все благодаря майонезу. Мало кто знает, но есть интересная история появления этого салата, который, в общем-то, и не планировался как праздничный, и тем более как новогодний. По одной из легенд, салат селедка под шубой, или коротко шуба, появился в России в начале 20 века. Его якобы придумал трактирщик Анастас Богомилов. Идея заключалась в том, чтобы сделать недорогую закуску к беленькой, то есть к водке. Но вот было ли это на самом деле, неизвестно. Также был и другой миф о том, что название шуба на самом деле аббревиатура. Шовинизму и упадку, бойкот и анафема. Ну, как бы то ни было, салатик очень понравился людям и стал неотъемлемой частью новогоднего стола. До сих пор вот я на Новый год хочу сделать этот салат. Дочка говорит, да, не надо там много все, но я его хочу сделать. Вот нас он тянет к этому. Я в селе родилась, там это все было, и морковка, допустим, и свекла. Ну, единственное, что селедку покупали, майонез покупали, остальное все было. Способы приготовления шубы тоже у всех разные. Важный момент, который старались соблюсти хозяйки, дать салату пропитаться, чтобы он получился нежный, а не рыхлый, но и не превратить его в кашу. Родители у меня были простые. Они делали, ну, попроще, просто в виде лет тогда родители. А потом уже, когда я уже выросла, уже пошла в школу, в 10-м классе я уже помогала, я уже по-своему, я уже интернета не было, но ходили в гости, ходили, слушали. Вот эти у меня иллюстрированные книжки, сколько хочешь у меня. Пожалуй, самый необычный, лично для меня, это салат-мимоза. Сочетание рыбных консервов с яйцами, майонезом и сыром у меня просто не укладывается в голове. У этого салата, кстати, тоже очень интересная история, и связана она отчасти с женой Молотова, того самого министра иностранных дел Советского Союза, Вячеслава Молотова, который подписал пакт о ненападении с Германией. Популярным салат стал примерно в 70-е годы. Тогда новогодний стол решили разнообразить еще одним сложным и тяжелым для желудка блюдом, хотя и очень симпатичным на вид. Сверху салатик посыпали яичным желтком, придавая ему сходство с цветком мимозы. Оттуда и название. Там нужна рыба, лосось, шикарная, дорогая, это консерва. Сыр, конечно, твердый, все, не продукт. Вот, и опять же, я майонез много лет сама делаю. И мне очень понравилось. Но потом начали мои, смотрю, мимоза осталась. Как бы я ее ни украсила, не знаю что, а оливье вот такую миску делаю, а мимозу два блюдечка остается, а оливье нет. Основа салата – рыбные консервы, которые появились благодаря наркому рыбной промышленности Полине Жемчужины, жены Вячеслава Молотова. При ней началась консервная промышленность, закупались холодильные камеры, и рыбка стала доступна всем. Техническое перевооружение предприятия, модернизация оборудования, занимают ведущее место в деятельности коллектива. Она хранилась в банках подолгу, и ее не надо было добывать перед самым Новым годом, отстаивая в длинных очередях. Правда, из-за сложно сочетаемых компонентов салата, неудивительно, что понравился он не всем. Я на него смотрю, и не знаю, как его попробовать, чтобы люди, мои друзья, не обиделись. Но я его никак не воспринимаю, извините, конечно, но я его не понимаю. Как бы не очень мне и так и нравился этот салат, я его и не готовлю. Знаете, вот рыба с яичками, как-то мне они... Хотя дефицит мяса в Советском Союзе был не всегда, по одной из версий салат этот появился как альтернатива мясным блюдам. И несмотря на то, что сейчас особо дефицитных продуктов нет, мимозу до сих пор можно увидеть на новогоднем столе. Пока мы вам рассказывали о появлении блюд-символов Нового Года, одно из них мы приготовили, и, кстати, по-моему, получилось оно весьма съедобным. Конечно, мы не затронули все новогодние блюда и продукты. Есть ведь еще холодец, шпроты, мандарины, шампанское и многое другое. Но, хотя и предпочтения вкуса у всех разные, все-таки некоторые блюда есть на всех столах, став уже общенациональной традицией. А мы поздравляем вас с наступающими новогодними праздниками и желаем вам всего самого наилучшего. С наступающим! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok